здравствуйте пока никого нет подождем всем привет привет очень рада вас видеть рада что пришли так но пока все подключаются расскажу про материал краски масляные на фирме я особо не фокусирую внимание белила титановая ладога дешевая сердито большой туб ультрамарин мастер-класса кстати фирма мастер-класс мне больше всех нравится как-то все в ней устраивает тут другие фирмы но эти просто подарили это как-то случайно я купила вряд ли вы найдете эту же фирму поэтому вполне можно заменить этот цвет краблаком красным прозрачным или плотным не суть вот по сути все мои краски которыми я пишу большинство моих картин иногда еще сюда добавляется сажа газовая черная краска а так вот минимальными средствами прихожу к своим результатам синий красный желтый на основе этих трех цветов все цвета строятся школе а это должны были рассказывать палитры меня такая небольшая я люблю побольше но тут с переездом уже какая есть масленка на прищепки чтобы не падала с крышечкой на закрывается масло льняное и растворитель без запаха я их наливаю в масленку примерно вот в таком количестве то есть на глаз ли у растворитель не полную масленку мне не надо там кисть мыть и добавляя капельку масла тоже на глаз мы примерно одну треть от растворителя вот так вытираю потому что масло может потом засохнуть и будет очень трудно открыть кисти кисти вы видели на слайде так они неприятно выглядят облезли но я их воде оставляла и из-за воды потрескались рублев пинакс абсолютно обычной фирмы это вообще не знаю какой фирмы щетина главное чтобы она была плоская и полукруглая удобно очень лепестки делать такой кисти давайте начнем все кто хотел пришел всегда в начале работы я покрываю холст тонким слоем льняного масла это спасает краски от прожухания цвета остаются более яркими насыщенными вот так вот капельку капельку я капаю и возьму кисть побольше ее не было на фотографии как всегда забыла нужна кисть которая сейчас это масло распределим по холсту равномерно так секундочку и и славина Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, давайте перезапущу эфир. Перезапущу эфир. Ничего не делала. Сам попал. Так. О, слышно стало? Всё, отлично, продолжаем. Понятно. Так. Берём чуть-чуть охру. Макаем кислородов, растворители, такой жидкой краской. Сейчас наметим, где будет пион. Чтобы он был не очень маленький. Там ни вверх, ни вправо, ни влево не съехал. По центру и чуть выше середины. Сейчас я тут... Фотографию. Тут очень красиво, конечно, мне цвета нравятся. В этой фотографии. Вот так вот абсолютно не прорисовывая никаких лепестков. Ну, где-то вот тут будет степелёк. Листья чуть намечу. Ну, листья по желанию. Если вам не нравятся, можете не делать. Так. Очень надеюсь, что эфир сохранится. Хотела записывать на второй телефон, но не получается. И вот тут вот где-то будет цветок заканчиваться здесь. А здесь снизу ещё вот лепестки, которые как бы от основного бутона оторвались, оттопырились. Вот тут вот будут эти два лепестка. Так. Так я сейчас очень примерно намечаю. Так, смотрю вот этот лепесток, вот нижний. До куда он доходит? Он меньше середины. То есть вот высота бутона. И он где-то вот здесь, меньше середины. Так, значит, он будет где-то вот такой. Так, здесь лепестки будут такие сбоку. Вот так вот заходят сюда. Так, тут будет чуть-чуть светиться дырочка. Так, здесь немного в сторону такой лепесток. Но я не буду его за край холста выводить. Пусть он у меня будет в пределах холста. Так. Рисую так довольно крупно. Но цветы всегда лучше так делать, потому что в процессе они обычно как-то уменьшаются, усыхают. Лучше делать полопушнее. Хотя бы в рисунке. И сверху лепестки где-то так идут. Так, здесь будет серединка вот эта. Такая. Я ее намечу поярче, чтобы ориентироваться. Она, конечно, будет чуть более розоватая. Я, наверное, даже сразу смешаю охру с кроплаком. И уже сделала такого цвета, как будет. Так, здесь много маленьких лепесточков. Конечно же, я не буду их все копировать и точь-в-точь перерисовывать. Вот здесь. Так. Намечаю только основные такие лепестки, которые делают всю форму пиона. Здесь будет такой чуть-чуть отогнувшийся кусочек. Так. Хочется как-то вниз его чуть-чуть добавить снизу. Так. Ну, и тут какой-то кусочек торчит. Вот так вот абсолютно не стараясь, там не вырисовывая, очень примерно набросала форму. Теперь сделаю фон. Фон, наверное, чтобы быстрее было, сделаю этой же кистью, который распределяла масло. Беру кроплак. Очень надеюсь уложиться в час. Так. Немного ультрамарина сюда же. Так. Больше кроплака. Сейчас делаю цвет фона. Здесь вся фишка, весь сок этой картины будет в цветах, в сочетании цветов. Очень они такие тут вкусные, приятные. Так. Стараюсь сделать это без белил. Так. Так. Такой получается приглушенно-сиреневый цвет. Его можно так назвать. И начинаю делать фон. Так. Вижу, что очень темный. Ну, добавлю белила. Пусть будет с белилами. Так. Даже еще побольше. Белила. И чуть-чуть порозовее. Ой. Такая неудобная кисть. Но зато большая. Будет быстро. Приглушенно-фиолетовый или приглушенно-розовый. Пудрово-розовый. Можно его так назвать. Такой очень девчачий-девчачий цвет. Где-то вот здесь он чуть-чуть темнеет. Будет около цветка самого. Вот так. Чуть-чуть. Довольно таким тонким слоем накладываю. Так. Нужно заново замешивать. Кончилась краска. Краклак, Охра и Ультрамарин. Вот эта голубая. Это здесь просто была краска. Не для этого мастер-класса. Такая нам не нужна. Так. И он немного светлеет. То есть сверху чуть темнеет. Книзу чуть светлее. Поищите, не ленитесь. Красивый цвет позамешивайте. Чтобы не просто он был такой розовый с белым. Или персиковый. Чтобы он был посложнее, поинтереснее. От этого картина будет благороднее. Ну и сложнее. Вот тут я смотрю, здесь он такой чуть сиреневатый. А тут уже слишком светлый. Надо его немножко похолоднее сделать. И этой же кистью, практически этим же цветом, сейчас будем делать пен. Чуть-чуть растворитель. Беру вновь розовый этот краплак. Чуть-чуть охры. Так, охра наканчивается. Надо добавить. Спасибо. Очень приятно ваши комментарии подбадривают. Чуть-чуть охры. Мне интересно, тут в основном люди смотрят просто или сидят тоже рисуют? Кто рисует вместе со мной? Сколько работ ожидать? Проплак, охра, капельку, ультрамарин. Практически тот же самый цвет. Но это нормально, потому что цвет фона, он все равно должен присутствовать в цветке. И делаем, ну вот я смотрю, то есть мы сейчас делаем не самые светлые места лепестков, а наоборот самое темное, что есть в пионе. То есть в масле идем от темного к светлому. Потом будем высветлять. Сейчас нужно сделать вот эти вот самые-самые темные места. Потом на их фоне будем рисовать лепестки. И очень тонким слоем, никакой такой пастозной краски. Здорово. Светленько так вот делайте. Не бойтесь что-то размазать, потому что пока что тут нечего бояться. И ничего не сделали. Так очень примерно наметили что-то. И сейчас. Если кто-то видел, я выкладываю обычно там фотографию процесса картины, то есть готовая картина и что перед этим было. То обычно у меня всегда примерно вот так выглядит работа. Поэтому не переживайте. Ничего страшного, все хорошо, все по плану. Так, и тут довольно розовый лепесток. Да и тут. Стараюсь только, чтобы чуть-чуть где-то намеченные линии остались. Тут прям больше синего. Потемнее. Пока что смотрится забавно. Кое-кде теневые места на цветке. Ну то есть вот тут, вот тут, вот этот лепесток даже. Там четко виден синий цвет, ультрамарин. И вот. Ну вот, переборщила. Вот. И этот же оттенок я хочу там, где надо добавить. Обратите внимание, что пион все-таки это шар. И с этой стороны он будет более освещен. Здесь все-все в тени. Постарайтесь это на своих работах передать. Ну и тут кое-где тоже голубоватые мелькают. Давно хотела написать какой-то такой пион на приглушен на розовом фоне. Конечно, я хотела большой его сделать, ну хотя бы 70 на 70. А если больше, то еще лучше. Ну, потренируемся, пока маленький. Давайте сделаем зелень сразу. Беру среднюю кисть. Я очень надеюсь, что сохранится эфир. Сейчас они сохраняются в EGTV, Instagram TV. Я очень надеюсь, потому что я так хотела записать, ну, чтобы осталась, осталась запись, урок остался. Но на второй телефон не получилось. У меня сломался второй штатив, и его никак не установить. Если сохранится, то будет EGTV. Мер цветка не видно. В смысле, пониже опустить, вот так. Вот так. Так, ну ладно, давайте делать зелень. Зелень это желтый и синий. Будет зеленоватый такой цвет. И в пионах, в зеленом обычно всегда присутствует красный. Вот я много красного взяла. Ну, пока намечу. Еще всегда я стараюсь делать не такой прямой прям столб, а немножечко изогнутый, чтобы стебель был более натуральной формы, а не как труба. Так. Вновь замешиваю зеленый, потому что очень красный получился. К низу он темнеет. чуть-чуть сполосну кисть, макаю растворитель, утираю вот так об салфетку. Чуть-чуть побольше лохни. Так. тут с этой стороны стебелек чуть более светлый. Так. Ну и красного в нем немало. Разве красный добавляю. Пусть вот так будет. Теперь листья. Листья тут довольно темные. Что-то там про YouTube пишут. Я же сейчас не все читаю. А на YouTube не думали делать эфиры? честно говоря я не знаю как там делать. Я еще ни разу не пробовала. Куда там что подключать? Ну вообще удобнее потому что там в горизонтальном формате. Если смотреть с компьютера то конечно удобнее когда горизонтальный чтобы видео было на весь экран. А если в таком виде то оно узенькое будет. Не на весь экран а вот только посередине экрана такой прямоугольничек. Ну я имею ввиду если запись там записать как-то выложить. Надо будет попробовать. Но тут зато больше людей приходит. Раз все в инстаграме сидят. Раз зашли. делаю такие темные темные листья. сп где это так тут листочек еще покраснее тут очень темный такой акцентик потом сбоку тут я тоже обязательно сделаю зелень продолжение картины я всегда торцы прокрашиваю так сейчас немного заглажу мазки краска сырая очень такая подвижная тут немножко формы потом если будет желание когда чуть-чуть подсохнет сможете конечно подправить эти листья там прожилки даже на фото видны вот тут так ну пока достаточно вот тут кстати я еще хотела сделать таким более желтеньким ну тут в дырочках довольно таки темные светятся акцентики и вот тут между лепестками довольно темный фон здесь наоборот свет сверху около цветка чуть-чуть потемнее фон потому что цветок будет светлый сзади него логично сделать чуть-чуть потемнее а здесь наоборот цветок в тени эта часть и за ним будет фон более светлый такой чуть-чуть посветлее так ну давайте приступим к лепесткам уже полчаса пролетело беру кисть плоскую полукруглую это у меня небольшая можете взять побольше просто моя большая уже вся распушилась и ей неудобно работать я буду делать такой кисточкой пинакс беру и чуть-чуть макаю растворитель беру белую краску и чуть-чуть ее смешиваю с этим цветом который которым мы делали фон и вот первый слой у цветка чтобы цвет был не белый такой яркий а светло такой вот розовый и начинаю с контура цветка там очень четко видно вот эти вот лепестки которые идут по верху по краю у них как бы такой кантик светлый я с этого кантика и начну много растворителя вытру лишней салфетку слишком жидковата краска получилась чуть-чуть надо погуще будет чуть-чуть как бы от края он светлеет а книзу остается вот эта вот тень которую мы сделали первый слой краски так ну и поехали дальше примерно по такому же принципу делаем остальные лепестки так вот этот задний начинаем с самых дальних задних так так побелее надо по гуще краска но не но не сильно белее точно так же и немного делаем ее цветной такой розоватой сначала видите я как будто контур рисую не как будто на самом деле рисую контур лепестка потом его внутри закрашиваю получается видите они такие нежные прозрачные за счет того что немного краски здесь у него краешек как будто загнулся я его и сделаю так так Посветлее захотелось еще сделать. Ну, там достаточно. Давайте дальше делать. А это же не буду. Тут вот торчит какой-то маленький такой уголок. Я его не буду делать. Ну, давайте продолжим здесь. Сначала делаю контур репестка. Потом его в середине чуть-чуть вот так закрашиваю. Очень легким таким движением. И краешек можно опять чуть-чуть подчеркнуть. Этот лепесток я сделаю попозже. Сначала вот эти вот в середине. То есть мы идем от дальнего, от неглавного. Самое главное в самом конце. Здесь так же по контуру делаю светлее. И от контура вниз идут светлые мазки. Как бы делаю плавную растяжку от светлого краешка к низу. И чуть-чуть кое-кде еще. Подчеркиваю. Ага, этот вперед сюда выходит. Немножечко сделаю этот на меч. Но он в тени и он так только чуть-чуть краешком светлым выделяется. Снизу пусть будет светлый край. Вот так. Ну тут еще один сразу идет. Возьму кисть, которую делала фон. И вот тут вот сделаю тень посильнее. Там, посмотрите на фото, довольно активная тень. Чуть покраснее. Здесь идет край. Который чуть-чуть загнулся. Помните, что здесь цветок в тени. И здесь вот эти вот светлые, то, что мы делаем, они будут чуть-чуть светлые. Не сильно. Вот здесь гораздо светлее все будет. Здесь вот самый светлый лепесток. С этой стороны все в тени. Благодаря тому, что краска сырая, мне практически не приходится белый с чем-то смешивать. Он сразу получается светлый. Ой, не светлый, а с оттенком того цвета, который под ним. Так, сделаю вот этот лепесток. Там он по краю, с этого края темнее фона. Попробую это сделать. Так. Ну, тут он будет перекрываться светлым. Так. Так. Сначала на каком материале вы работаете? В смысле масла, холст, фото цветка посмотреть. Оно было у меня в сториз. Ну, я когда выложу эту работу в посте, я выложу фото цветка. Вот так. чуть-чуть ох и добавлю здесь вот этот лепесток здесь светлее сюда он уходит чуть-чуть так темнее делается тень уходит это надо так сделать и вот тут у него единственный краешек чуть светлый и вот тут надо еще сделать плавный переход между тенью и светом немножко мне не нравится форма лепестка слишком овальный получился его чуть-чуть изменю здесь продолжим начну от серединке там кстати более яркие еще мазки сейчас я их сделаю это кроплак и ухо так вот кое-где добавлю этих дырочек так называемых так так ну и вокруг теперь буду делать лепестки так около вот этой главной дырочки я вижу здесь такой довольно четкий лепесток я кисти выкладывала в stories там с фермами с размерами ну напишу в посте когда вот закончу работу сфотографирую и выложу возможно сегодня так там лепестки очень хаотично идут их очень мало они очень маленькие поэтому я так делаю на глаз в общем если хотите если у вас большой холст хотя бы там 70 на 70 или больше конечно вы можете все это более четко прорисовать там каждый лепесточек рассмотреть но в таком холсте я думаю не имеет смысла понятно что вот и он там у него лепестки они растут вот так все вот так серединке так и здесь такой так здесь краешек еще светленький за ним тень так за тенью довольно светлый лепесток спасибо так здесь такой лепесток чик один довольно светленький хочется сделать дальше тут будет край лепестка все лепестки делаются по принципу кончик светлый к низу темнеют ну кроме вот этого здесь наоборот край темный так здесь так тут будет такой довольно большой лепесток какой-то раздвойненный вот так и вот тут какая яркая оранжевая дырочка светится вот так здесь все это вот так меса, почему меса у нас тут траву где-то косит это да это постоянно это реклама если вы громко говорите ездит машина и что-то рекламирует так плавно перехожу все хочется уже этот лепесток сделать я очень надеюсь что эфир сохранится в ГТВ они сейчас сохраняются инстаграм ТВ но это сразу на моей странице будет я очень надеюсь очень хотелось бы так ага, вот этот надо доделать здесь лепесток так а тут вот все ушло в тень нужно чуть-чуть тень сделать сейчас я стараюсь не белить сильно потому что успеем потом где надо осветлим сейчас я делаю ну какие-то полутона если выражаться правильно то есть не самые светлые места вот серединки лепестков там вот где тени а то что светлое потом еще успеем осветлить так вот тут посветлее будет так вот так 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 вот так вот ну да начинаем самых дальних самых не главных лепестков можно так называть серединка вот эти вот которых далее так ну давайте так вот этот еще надо сделать я тоже так думаю будет чудесно если эфир сохранится конечно же мне хочется сохранить чтобы как можно больше людей посмотрела чтобы это все не зря было чем светлее лепесток данном случае вот этот самый светлый тем гуще краска берется так тут тут тоже самое тут чуть-чуть сиреневый тень так еще поярче краска сырая постоянно смешивается поэтому кто если у меня покупал уроки знает что я пишу в два слоя когда этот слой подсохнет я чуть-чуть дорабатываю конечно стараюсь с первого раза сделать уже максимально готовый результат потом нарабатываю тут какой-то небольшой пусть будет хорошенький хочется вот эту зелененькую немножко перенести ладно не буду и стирать ну чтобы лепесток шел вот сюда вот такой ой-ой-ой ярко получилось там она такая больше с кухой ой-ой-ой и и и и и и так и здесь только по краю будет идти кромка этого лепестка я пока примерно намечаю что тут будет лепесток так вот тут сильно посветлее будет намного как лепесток растет в таком направлении я и работаю кисти